Военные угрозы нашей национальной безопасности растут и множатся. Соединенные Штаты Америки не оставляют попыток добиться качественного стратегического превосходства над Россией. Вашингтонские ястребы по-прежнему надеются осуществить мощный рыбок в области военных технологий, которые позволят Западу, если и не обнулить, то хотя бы принципиально ослабить возможность Москвы осуществлять стратегическое ядерное сдерживание. Воспаленное сознание некоторых западных политиков и генералов не покидает бредовая и самоубийственная мысль о возможности взломать ядерный паритет и добиться решающих односторонних преимуществ над нашей страной. В условиях обостряющихся международных противоречий, многочисленных локальных войн и вооруженных конфликтов на национальной и религиозной почве – это очень опасный путь. В современной ситуации, когда вся система международного права, сформировавшаяся после Второй мировой войны, разрушена, яростные попытки Запада сохранить ускользающие от него глобальные доминирования могут в любой момент привести к новой большой войне, в которую будут втянуты десятки крупнейших государств нашей планеты. Это требует от России безусловного поддержания своего стратегического ядерного потенциала на таком уровне, который гарантирует неминуемое уничтожение любого агрессора, любого государства или союза государств, который рискнет поставить под угрозу национальную безопасность нашей страны и нашего народа. Решение такой задачи требует вложения колоссальных средств, мобилизации гигантских финансовых, промышленных, научных и человеческих ресурсов, ибо высокоэффективные образцы оружия нового поколения с каждым разом становятся все дороже и дороже. Достаточно сказать, что в той же Америке стоимость одного истребителя пятого поколения F-22 Raptor составляет более 350 миллионов долларов. Один стратегический бомбардировщик-невидимка B-2 Spirit, построенный с применением новейших стелс-технологий, стоит более 2 миллиардов. Один суперэсминец типа Замвулт – 4,5 миллиарда. А новый авианосец Джеральд Форд, который США никак не могут достроить более 10 лет, уже обошелся американской казне в фантастическую сумму более 14 миллиардов долларов. Стоит ли говорить, что современной России такие бешеные траты совершенно не по карману? А это значит, что мы должны найти иной, свой собственный асимметричный способ гарантированного поддержания стратегического баланса с США. Этот русский способ должен быть одновременно на 100% эффективным и достаточно дешевым, чтобы не повторить роковые ошибки Советского Союза, который истощил свою казну и подорвал экономику, пытаясь добиться военного превосходства над США, зеркально отвечая на каждый американский вызов аналогичной системой своего собственного оружия. И вот недавно такой способ был найден. Его замысл заключается в том, что современный прорыв в области военных технологий позволяет России в ближайшее время поставить на вооружение новый, доселе невиданный тип стратегического оружия возмездия. Такое оружие должно обнулить все возможности американской противоракетной обороны, а по своей эффективности будет превосходить даже термоядерные межконтинентальные баллистические ракеты, в то же время будучи значительно дешевле и экономичнее, чем они. Как известно, Соединенные Штаты и их союзники не прекращают строительство систем глобальной противоракетной обороны. Причем ни наши озабоченности, ни предложения о сотрудничестве, к сожалению, в расчет не принимаются. Мы неоднократно указывали, что подобные действия расцениваем как попытку подорвать существующий паритет в области ракетно-ядерных вооружений, а по сути расшатать всю систему глобальной и региональной стабильности. Мы не раз говорили, что Россия примет необходимые ответные меры по укреплению потенциала стратегических ядерных сил. Мы будем работать и над системами противоракетной обороны, но на первом этапе, как мы неоднократно, повторяю, говорили, будем работать и над ударными системами, которые в состоянии преодолевать любые системы противоракетной обороны. Речь идет о знаменитом проекте «Статус-6», который попал в фокус общественного внимания в ноябре прошлого года, когда на военном совещании у Путина объектив оператора якобы случайно выхватил из-за генеральского плеча совершенно секретный материал. Материал этот содержал сведения о новой русской умной мегаторпеде, имеющей дальность хода до 10 тысяч километров, глубину погружения свыше тысячи метров, скорость хода до 200 километров в час и ядерный заряд фантастической мощности 100 мегатонн. Эта суперторпеда, по замыслу ее создателей, предназначена для поражения важных объектов экономики противника и нанесения гарантированного неприемлемого ущерба территории страны путем создания зон обширного радиоактивного загрязнения, непригодных для осуществления в этих зонах военной, хозяйственно-экономической и иной деятельности в течение длительного времени. Таким образом, она является подводным аналогом тяжелых межконтинентальных баллистических ракет, самым известным образцом которых является наша МБР-воевода, которая за свою испепеляющую мощь получила на Западе зловещее прозвище «Сатана». Но статус 6 будет еще круче. Максимально возможный заряд воеводы не превышает 25 мегатонн, а новая русская суперторпеда сможет нести боевой блок в 4 раза мощнее, чья колоссальная разрушительная сила будет соответствовать взрыву 100 миллионов тонн обычного взрывчатого вещества. При этом она, в отличие от межконтинентальных баллистических ракет, не попадает ни под одно ограничение договора СНВ-3, не нарушает ни единого международного обязательства России. По расчетам специалистов, высота искусственной волны, созданной чудовищным взрывом боеголовки статуса на расстоянии до 20 километров от эпицентра, будет составлять около 200 метров, на расстоянии 200 километров от 10 до 20 метров, а на расстоянии в 1000 километров до 4 метров. Соответственно, количество жертв такой мегаторпеды, взорванной где-нибудь на рейде Нью-Йорка, Сан-Франциско или Лос-Анджелеса, может составить в зависимости от плотности населения и размеров мегаполиса до 16 миллионов погибших, и почти 40 миллионов раненых, большая часть которых впоследствии тоже умрет. Помимо того, если такая супербомба будет заключена в оболочку из Кобальта, зона радиоактивного поражения составит гигантскую площадь в несколько миллионов квадратных километров, на которой смертельный уровень радиации будет держаться практически не ослабевая десятки, если не сотни лет. Достаточно сказать, что при равномерном распределении по площади 510 тонн Кобальта достаточно для того, чтобы на всей поверхности земного шара установился уровень радиации, гарантированно убивающий человека в течение года. При всем при этом, как ни странно это прозвучит, чудовищная русская мегаторпеда станет главной защитницей мира на всей планете, самой прочной и надежной гарантией от глобального ядерного конфликта. Ибо она, во-первых, в силу своих тактико-технических характеристик, представляет из себя оружие исключительно ответного удара, так как выпущенные с подводного носителя или береговой базы статусы могут преодолеть океанские просторы, достигнуть побережья противника, не раньше, чем через сутки после старта. А во-вторых, наличие такого сверхоружия делает совершенно бессмысленными все гигантские затраты США на противоракетную оборону, обнуляя любые надежды Запада, получить одностороннее стратегическое преимущество над нами даже в случае превентивного уничтожения всех российских межконтинентальных баллистических ракет. Это тем более важно, чтобы перехватить такую суперторпеду современными и даже перспективными средствами противолодочной подводной обороны практически невозможно. Хотя бы потому, что оснащенный искусственным интеллектом статус может использовать для достижения цели самые сложные и нетривиальные маршруты, недоступные ни для кого иного, и атаковать противника там, где его вовсе не ждут, где нет никаких средств обнаружения и противодействия. А глубина хода, превышающая 1 км, делает практически бесполезным применение против него любого существующего ныне оружия. К тому же, по имеющимся данным, статус 6 предполагается оснастить атомным реактором, использующим вместо воды жидкометарический теплоноситель из сплава, висмута и свинца. Такие реакторы еще в 70-х годах прошлого века были испытаны Советским Союзом на подводных лодках 705-го проекта ЛИО, которые уже тогда поражали натовских моряков своей непревзойденной маневренностью и скоростью. Кроме того, вполне вероятно, что вместо традиционных винтов наша мега-торпеда будет оснащена водометным двигателем, тоже уже испытанным Россией на подводной лодке 877-го проекта «Алроса», базирующейся на Черном море. А это, в свою очередь, означает, что в спектре шумов статуса будет отсутствовать низкочастотная составляющая, единственная, позволяющая издалека обнаружить движущиеся под водой объекты. Ну и, конечно, нельзя исключить возможности заблаговременного развертывания наших подводных супербомб, которые в угрожаемый период затаятся в заранее заданных точках неподалеку от вражеского побережья и смогут годами ожидать внешнего сигнала, внешней команды на подрыв. А учитывая тот факт, что у берегов США, например, находятся протяженные зоны геологических разломов на границе гигантских литосферных плит, можно представить, какой эффект возымеет там серия донных термоядерных взрывов мощностью по 100 миллионов каждый. Ну и в заключение скажем, что северное машиностроительное предприятие в Северодвинске уже ведет строительство двух стратегических атомных подводных лодок Хабаровск и Белгород, проекты 09.851 и 09.852, которые как раз и станут первыми носителями новой устынилой торпеды. В случае, если каждая из них сможет нести хотя бы по 6-8 статусов, каждого из этих двух подводных торпедоносцев будет вполне достаточно, чтобы гарантированно уничтожить любого агрессора. Ну а в мирное время отбить у западных стратегов охоту угрожать России или пытаться достичь одностороннего военного преимущества над Москвой. Ну вот, мы не раз уже говорили по поводу статуса, но я думаю, так сказать, не лишне это повторить. Еще одним стратегическим оружием, которое, ну, как бы обрело плоть и кровь, стало реальностью в 2016 году, стали гиперзвуковые боеголовки для нашей тяжелой жидкостной ракеты «Сармат». О ней тоже можно долго рассказывать, мы об этом говорили, я просто, подводя итоги, военные итоги 2016 года, кратко об этом скажу. Смысл заключается в том, что это тяжелая жидкостная ракета, она будет еще более мощная, чем воевода, она сможет забрасывать, забрасываемый вес до 10 тонн будет у «Сармата». Испытания его в целом уже начнутся в следующем году, а в этом году было испытано его боевое оснащение, то есть те боеголовки гиперзвуковые, которые будут устанавливаться на ракету «Сармат». Это что значит? Это значит, что она будет вооружена боевыми блоками, которые будут лететь на границе атмосферы и космоса, не в космосе, а ниже, там, где гигантская скорость, они будут лететь со скоростью 5-6-7 км в секунду, позволяет им маневрировать с помощью каких-то аэродинамических поверхностей, то есть они летят хотя и в разреженной атмосфере, но с такой скоростью, что это позволяет им совершать разного рода маневры. Причем совершать эти маневры они будут не просто на конечном участке траектории, а на протяжении всего своего полета, и таким образом станут абсолютно недостижимыми для и для нынешних, и для каких-то там возможных перспективных систем противоракетной обороны. Кроме того, такой боевой блок даже вообще без боезаряда, не ядерный, а просто сам по себе, будучи наведен с высокой точностью, а если он может маневрировать, вы понимаете, да, то, соответственно, его можно и наводить с какого-то спутника, это маневрирование, можно навести его так, чтобы он, так сказать, конкретно попал там в цель с каким-то минимальным отклонением. Какое там отклонение, угла НАСА или GPS, да. Так вот, в этом случае для уничтожения даже серьезных больших целей вообще не нужно снаряжать взрывчатым веществом, потому что, условно говоря, боеголовка весом в одну тонну, летящая со скоростью, там, я не знаю, там, 3-4 километра в секунду, кинетическая энергия ее такова, что она превратит в пепел любую там заглубленную, плачевную цель, в которую она попадет. То есть это дает возможности России совершать не ядерные, высокоточные удары, да, причем удары по любой точке планеты в течение, там, не знаю, получаса, максимум часа. То есть то, что хотели сделать американцы, вот это вот глобальный мгновенный удар, то, скорее всего, раньше всех получится именно у нас. Спасибо.